кто бы мог подумать что я вообще буду записывать это видео но сегодня я еду делать мне смешно она всю жизнь орала о том что меня в этой грязи никогда не будет привет всем когда я пришла на первую консультацию я была настолько спокойно и уверена в том что я готова но по истечению времени пока я сдавала анализы и когда осталось всего одна ночь до операции я поняла что вот тут то мы с вами дарья и обосрались сказать что страшно не сказать ничего вообще просто краситься нельзя кремами массы нельзя ни хрена нельзя хочется пить есть кстати вообще неохота несмотря на то что я вчера поела всего один раз за день и совсем немножко хочется пить вот сушняк да прям вот я бы сейчас советовый источник альбаржому какой-нибудь поэтому сейчас просто сушим голову выпрямлю волосы потому что кто его знает когда я в следующий раз по моему совсем сеновал на голове устраивать не хочется какой красивый рассвет встречает в день в питере кстати да очень красивые рассветы и закаты москве такого нету потому что у нас нету столько воды и не притягивается столько облаков так сейчас будет небольшой контент вот так выглядит моя грудь до вообще мне всегда в магазинах нижнего белья говорили что мне 75 б но мне кажется нихрена делать большую грудь я не буду есть референс какую грудь я хочу сейчас покажу девочки это песни ну хотя не такие уж они маленькие вообще изначально мы с хирургом обсуждали размер 250 миллилитров имплант мы точно будем ставить круглые высокопрофильные потому что хирург сказал что мне он идеально подойдет по моему телосложению по форме моей нынешней груди но вчера я почему-то задумалась а не мало ли это 250 миллилитров потому что я посмотрела короче фотки видосы девчонок и вот как-то непонятно у кого-то 250 миллилитров выглядит прям ну как наливные бидоны такие а у кого-то как будто ну вот два прыща ну вот как у меня сейчас вот так у них выглядит 250 миллилитров ибо этому я вчера вечером написал книгу и спросила а у нас будет возможность двигаться по размерам на что мне ответили да заказали два размера я подразумеваю что так делают видимо со всеми потому что все женщины такие поэтому посмотрим уже на вторичной консультации перед операцией когда мне будет там чертить ой давайте я вам сразу все покажу расскажу значит так я пересмотрела все видео которые есть на ютубе и по рекомендации девчонок которые уже делали себе грудь я купила себе подушку для беременных кстати никогда бы не подумал о том что это реально супер дупер удобная вещь даже когда ты не беременна я сегодня спала с ней в обнимку потому что очень жарко обнимать ночью лёшу поэтому подушка very top потом дома у меня к счастью уже был куплен такой коврик как он называется господи я не помню девочки ну короче он вот с такими вот шипами нужен он для того чтобы власть его себе под спину потому что лежать сосед можно только на спине и спина затекает за целый месяц я думаю хотя бы разок-два он мне точно пригодится еще штука реально очень классная расслабляющая а здесь все мои анализы так расскажу какие анализы я вообще сдавала у меня вот здесь вот есть бумажечка так но я сдавала клинический анализ крови биохимию коллограмму анализ на гепатит b c сипилис витч инфекция группа крови резус фактор общий анализ мочи и кг после этого всего обследования надо было еще получить заключение терапевта о том что я готова к хирургическому вмешательству потом флюорография или рентген легких узи вен нижних конечностей уже узи молочных желез консультация онколога маммолога вчера я сдавала пцр тест на ковид позавчера наврала позавчера 14 числа сегодня 16 и все и надо было пройти еще профильных всяких врачей по вашим каким-то личным проблемкам поэтому я посетила дополнительно еще невролога и сходила на узи большой полости хотела забежать еще гинекологу но месячные настигли меня не в самый подходящий момент поэтому к гинекологу я не выбежала перед операцией мне все это посмотрели и сказали жив-здоров вперед и с песней вообще пересмотрела целую кучу видосов на ютубе я видела и слышала о том что девчонки жалуются что якобы долго не заесть пить и вот у них сушняк ловите лайфхак я столько раз лежала с подозрением на аппендицит пока мне его не вырезали что врачи рассказали мне как избавляться от сушника во рту просто полоскаешь рот и выплевываешь водичку не глотаю и чувствуешь себя ну не прям very good но гораздо лучше чем когда ты не делаешь даже этого так что на карандаш на карандаш себе девчонку куда-нибудь что еще компрессионные чулки и корсет это все выдают уже в клинике это все у меня входит получается в ту стоимость мне нужно в клинику привести оригиналы моих обследований у меня распечатано все кроме пациент теста обследование мне обошлось где-то в 30 тысяч рублей плюс-минус а сама операция 380 или 390 что-то такое сутки я буду лежать в клинике после операции завтра меня выпишут и даже закажут такси бизнес-класс до дома а сегодня меня везет мы едем и у меня уже нервный психоз знаете когда ты такой начинаешь отвешивать пупорылый шутки смеешься нервно я хотела рассказать клинику я выбрала в питере по советам знакомых девчонок кто делал грудь уже там и хирурга соответственно я выбрала по тому же принципу и я буду делать операцию в клинике медал если с носом я выбирала очень долго я его еще не делаю если что выбирала очень долго хирурга наверное вот и потом еще года полтора я следила за одним хирургом прежде чем определиться к кому я хочу пойти то соседей такого не было и я посмотрел буквально двух хирургов первый был в оренбурге мне тоже его посоветовали но что-то как-то не понравилось мне потому что там грудь и смотрели в разные стороны нам такое не надо девочки а здесь мне понравилось как делает грудь плюс к всему ты уже от своих знакомых знаешь что там все окей и все довольны и у кого не возникало никаких там приколов с ним поэтому как-то вот я пришла к нему на консультацию посмотрела на инстаграм посмотрела фотки посмотрела в работе рождала консультацию мне он очень понравился как специалист потому что он был достаточно компетентный спокойный излучал вот эту вот уверенность в том что он делает плюс ко всему у него достаточно большой стаж как-то вот ну не знаю прям сразу все карты сложились захотелось к нему с носом у меня пока такого не было вот вроде хирурга я выбрала консультацию когда к нему пришла от него белый какой-то вайб такой на отвали ну вот не знаю что ты делаешься своей жизнью остановиться а это спонсор всех моих спонсоров фанатов мой подписчик оплатил мне операцию всех моих дебилистических идей на люблю я вы не за это абсолютно за твой большой конечно безумно хочется намазаться кремом хотя бы то что мне не заколоты губы просто посмотрите что во что они превращаются когда ты и сутки не пил воды губы я короче не делаю принципиально потому что года четыре лет пять назад я кольнулась себе губа по приколу два раза это был ужас я прикреплю вот здесь вот фотографию как я выглядела когда у меня были сделаны губы я была похожа на александра шпака это ужасно мне сделаны губы абсолютно не идут поэтому я их себе не делаю больше волосы бы еще они нет волосы тоже папины достались нет это дизлайк я не протежно на голове я в палате уже переоделась и меня уже всю расчертили так выглядит мой номерок и мой аутфит страшно просто до жопы в итоге ставить мы будем 250 миллилитров ментор средний профиль невысокий чтобы они не выглядели у меня как прилепленные круглые потому что у меня главное был запрос на то чтобы это не было слишком вульгарно но при этом не было мало не было много ну короче чтобы было более менее естественным прикрываюсь потому что ну просто праздничает я уже проконсультировал анестезиолог так что сказали пару минут и поедем ой девочки у беды одно начало сидела женщина скучала называется ладно я так понимаю что увидимся уже вечер и я наконец-то могу поговорить с вами я полностью пришла в себя потому что до этого времени я была такая по пьяной мне было очень больно и мозг вроде варил а вроде бы не до конца как мне сказали операция длилась примерно час ну и плюс всякие там подготовительные процедуры пока я ушла из наркоза туда-сюда в общем ушла я в операционную в 10 20 вернулась в 12 на мне корсет на мне компрессионные чулки мне подложили вот эту салфеточки потому что мне безумно сильно тянет корсетная вот эта лента которая сверху а в общем мне поставили невысокопрофильные а среднепрофильные 250 миллилитров фирма mentor элемента из понятия как она правильно читается ужасно сильно затекает спина мне уже показали фото моих грудей если честно я уже не помню как они выглядели подружу меня это показали когда я только более-менее пришла в себя и и не помню и не помню какие-то были на фото пока фотки мне не скинули первая привязка у меня будет через неделю получается сегодня среда в следующий четверг очень тяжело говорить и очень тяжело дышать это вот наверное два основных пунктика ну не наверное третье еще то что очень сильно затекает спина хочется ну вот такое ощущение будто тебя дела футбольная команда шута такое я перед операцией ну как я уже говорила ранее пересмотрела безумное количество роликов на ютубе и я так поняла что у всех очень разный болевой порог многие девчонки говорили о том что было больно но терпимо так вот знаете что я вам скажу если бы я знала что это будет настолько больно вряд ли я бы на это согласилась на эту авантюру потому что больно просто а типа мне ставили капельницы с обезболивающим я не могу сказать что я после них чувствовал себя окей нет по-прежнему ощущение как будто тебя переехал поезд я не знаю почему девчонки ассоциируют чувство которое появляется у них болевое после установки имплантов как будто бы на тебя плиту положили нету абсолютно ощущение плиты нету ну тяжести никакой может быть это в силу того что они у меня недостаточно большие какие-то импланты не супер огромные бидоны бат и не вей это ощущение абсолютно другое как будто бы мне собрали все мои ребра вот так в кучу и из-за этого мне больно дышать и больно шевелиться я не могу сказать что мне болят мышцы ну неприятная тянущая что-то там есть но по большей степени и корсет его просто хочется снять реально очень сильно давит именно на ребра я просила чтобы не ослабили эту верхнюю ленту не на три минутки и и растянули я подышала немножко хотя бы вот но потом не все вернули назад не так тугой конечно но все равно приятно очень мало встала я только после того как поела мне принесли еду что здесь я не знаю потому что я не могу поднять руки выше так какой-то витамины салат с огурчиками суп лапша с куриные и беточки куриные на пару самое главное отвар шиповника я так хочу чего-нибудь сладенького поела я только в половину пятого вечера до этого времени я не могу сказать мне сильно было плохо мне просто подташнивало я попыталась сесть чтобы встать в туалет чуть не потерял сознание то есть мне было прям супер хреново когда села и скорее всего это просто из-за слабости то что ты ничего не ел себя накачали там много лекарств и это обычная реакция организма посол как я покушала я встала три раза я вставала тяжело я все еще в компрессионном белье не планирую я думаю снимать его на ночь потому что я вижу как у меня текает живот я чувствую как у меня текают ноги прям долго ходить пока что не могу потому что мне реально очень больно в грудной клетке именно косточки все мои поэтому ходить держать спину нет не сегодня но тем не менее я сделала себе чай попила кстати самое важное если вы сладкоежка берите с собой что-нибудь сладкое мне когда принесли компот из шиповника я его просто за секунду выпила мне было так грустно что он был очень маленький что не было три литра этого компота потому что мне безумно хотелось чего-нибудь сладенького а встать пока сделать чай сахаром я не могла сейчас я попила чайку и вроде более-менее у меня напротив кровати вот тут телевизор я планирую посмотреть фильм максим и потом лечь спать на ночь мне сказали что он не кольну снотворное потому что я не усну хотя мне казалось что я вырублю сто процентов но мне так посмотрели искали дорогуша укольчик и спать я такая окей честно и я бы наверное вот первые болевые три дня хотела бы полежать здесь потому что тут кровать вот это вот которую можно поднять через пультик тебе легче вставать как я буду вставать с обычной кровати мы просто на съемной квартире где нету больших подушек которые высокие которые можно было подложить под спину я не знаю я вообще не представляю как я буду вставать потому что нереально больно вообще просто я говорю как будто мне сломали грудную клетку и позвоночник со спины пнули туда хорошечно вот такие ощущения доброе утро второй день я не спала вообще мне не помогло не снотворное не два обезболивающих просто знаете что девчонки которые записывают ролики на youtube говорят о том что это вообще терпимо я не знаю что это за роботы супер женщины это очень больно мне обрабатывали швы я ничего не видела я настоятельно попросила ничего мне не показывать потому что я очень боюсь посмотреть на свои новые си представляете да такие люди бывают делают себе грудь и боятся на нее взглянуть в общем то когда мне расстегнули корсет мне сказали что нету синяков каких-то жутких фиолетовых я посмотрела но не через зеркало через камеру телефона нормально нормально большие слава богу я не поставила себе импланты побольше 250 мне за глаза вообще за глаза сейчас оденусь и поеду домой калинка заказывает такси до дома так что лишь забирать меня не будет лишь ждет мне дома всем привет вечера второго дня я дома на такси ехала с трудом каждую кочку чувствуешь просто как в последний раз как будто это твоя последняя кочка после клиники я приехал домой первым делом покушала и уснула я хочу сказать что вот это вот подушка для беременных которые я купила это просто гениальнейшая разработка потому что у меня не затекала спина когда я днем спала не знаю как будет ночью потому что все-таки к вечеру отек нарастает сильнее и спина устает больше лёша отъезжал сейчас по делам на часа три я легла и не могла все эти три часа встать сейчас когда встала видимо за это время отек нарос и мне прям очень тяжело дышать очень больно говорить но по плану покушать гречу храни господь пожалуйста перекресток возле дома где есть готовая еда потому что готовить сейчас сил нету вообще доставку мы что-то вчера заказали она была вообще не вкусная перекрестки на удивление готовая еда очень даже ничего сегодня у меня по большей степени отек распространился вот сюда вот на верхнюю часть у меня болит вот тут вот все просто и на верхнюю часть живота то есть вот здесь вот касаться больно просто невозможно бесконечно хочется сходить в туалет но не получается это если вам нужна эта информация пока девочки мои очень тяжело это все из-за наркоза живот раздувает и жкт просто она всего не работает я написала в клинику спросила можно ли делать холодный компресс на живот чтобы немножко сбавить отек мне сказали что это бесполезно потому что отек на животе конкретно будет держаться примерно две недели из клиники мне прислали фотографии моих грудей показывать я вам их не буду выкладывать их я тоже никуда не хочу вот просто знаете что они очень красивые слава богу что не поставила себе импланты побольше потому что это было бы ну реально уже ту матч я скинула эти фотографии лёше лёша сказал что это слишком большие бидоны май моя до сих пор не понимает как можно было в мою плоскую грудь уместить стакан 250 миллилитров я с этого прожала в остальном ждем когда все это заживет мне очень интересно самое смешное что я когда ехала на операцию я наивно полагала что я буду уже на второй третий день ходить гулять что-то там шесть километров нахаживать я с трудом дохожу до унитаза о чем речь какой гулять я еще тут а спорила еще до вообще того как ехала на операцию с лёши что я через два месяца начну ходить в зал так вот девочки мои какой в зал швы у меня аккуратненькие мне прописали пить антибиотики а мне прописали пить найс и максиллак и раз в три дня самостоятельно пластыри вот эти вот которые у меня наклеены швы обрабатывать бетадином пока что это все первая перевязка у меня будет в четверг как-то так я пошла кушать я устала разговаривать я хочу просто показать вам насколько сильно меня отек живот вот это все это отек и он болючий я как беременная бочка просто даже я не знаю как скрыться пузо отекшие сегодня шестой день моей реабилитации а сегодня день рождения вчера мне было получше и я планировала сегодняшний вечер провести в ресторане я выбрала красивый прикольный ресторан молекулярной кухни я ни разу такое не пробовала но до ресторана мы не доехали потому что утром я проснулась мне сегодня было вообще не окей хотя казалось бы на шестой день должно быть уже лучше если они уже даже поплакала из-за того насколько мне более насколько я уже устала от этой боли поэтому ресторане перенесла на 25 число там как ресторане готовят вот так что также готовят иди в баню поэтому мы сегодня дома как всегда будут линься я уже задолбалась батониться неделю целую мама прислала мне тортик сейчас будем распаковывать и вот такой вот тортик я знаю что привередливая привереда еще так тартан вы не только как тартан вы ко всему привереда в вашу малекулярную кухню я вообще в восторге я прости я сегодня ездила в магазин компрессионного белья купила себе новый лифт этот чуть помягче немножко другой по форме и он не так сильно жмет ну верхний лангет конечно все равно жмет и вот так вот ее держать нельзя но под вечер мне так все текает что я не могу это невероятно больно живот как видите до сих пор отекший вообще не отходит я как бочка беременная обрабатывала на днях швы смотрела на свои груди но пока там радоваться нечему радуюсь только одному что у меня обошли вообще стороной всякие синяки вот это вот все у меня по факту синяк есть только вот здесь вот желтый зеленый такой и то это просто только от отека то есть у меня первые четыре дня вот здесь вот был очень сильный отек но сами у меня в полном порядке то есть и швы все окей и синяков нигде никаких нет единственное распирает конечно просто адово все еще пью не месил хотя говорили что он может быть все применять но без него короче я на день рождения решил себя порадовать подушкой который значит рекламирует все 20 тысяч рублёк она стоит сколько обещали что это ортопедическая подушка для сна на спине что как раз ки мне сейчас надо и что якобы она не оставляет заломов потому что у нее необычная форма и я перед тем как ее купить я во-первых очень много месяцев о ней думала осмотрела всякие обзоры поспрашивала у своих знакомых как она им и такая думаю ну раз все довольны мне оно надо легла и поняла что говнище полное сейчас поедем в золотое яблоко сдавать ее обратно подушки за три тысячи рублей ортопедические есть миллион раз удобнее это она жесткая она не комфортная опять же из этих выемок хотя я знаю что многие пишут там типа я через месяц привыкла но знаете нет столько времени месяц целый спасибо именно это мне надо было услышать для детского youtube канала утро девятого дня еду снимать швы мне сняли швы но я если честно постеснялась записывать сам процесс ну во-первых потому что это оближало горы а во-вторых зачем вам это надо слушать какие там вопросы даю все в этом духе не знали первые швы надо будет через неделю приехать снять вторые и все один из самых больших минусов это то что пробивает просто на какой-то жуткий жор нельзя есть сладкое и соленое но ты хочешь именно сладкое именно соленое поэтому я все равно жру потому что заняться нечем ну что мои благоверные 20 день после операции и самое время показать вам мое до и после вообще на самом деле грудь сейчас кажется достаточно большой и объемный по двум причинам первая это то что ее сдавливает компрессионным бельем а вторая причина это то что она еще достаточно отекшая именно вот сама грудь отеки предположительно должны спасть в течение трех месяцев и только после грудь уже будет выглядеть более естественно пока что она конечно выглядит как у такой дешевый актрисы специфических фильмов для взрослых но я уверена что когда импланты отсядут немножечко опустится грудь распушится уйдет отек это будет уже выглядеть более натурально так что у меня к вам сейчас будет очень большой монолог с чего я хочу начать перед тем как я решилась на операцию я как уже вам говорила ранее прошерстила весь youtube я не нашла ни одного по-настоящему правдивого ролика который бы описывал все те ощущения которые испытывают девочки после операции и это очень важно ведь все эти операции пластические они очень сильно романтизированы в интернете очень сильно когда мы с вами смотрим на какой-нибудь ким кардашьян калле дженнер или на наших каких-нибудь российских девчонок блогеров нас складывается ощущение что пластические операции это ну вообще фигня да мы знаем что это вредно наркоз туда-сюда и есть какие-то риски что ты можешь не отойти от наркоза но это как будто бы единственное о чем мы задумываемся когда видим что кто-то там сделал себе пластическую операцию и задумываемся о том а не сделать ли ее нам на самом деле все гораздо глубже и до последствия у наркоза бывают разные и на самом деле то что вы можете не выйти из наркоза это не единственное это очень болезненные процессы для организма и почему-то никто никогда об этом не говорит у меня сложилось такое впечатление как будто бы действительно в интернете просто не принято ныть не принято говорить правду нужно все время держать вот эту маску того что я такая вся в легкости сходила сделать себе сиси сходила отпилила припилила себе новый нос и вот я теперь вся такая красивая всего лишь что денежку заплатила и все но на самом деле только после того как я сделал операцию я начала натыкаться на девчонок которые не освещали свою пластическую операцию точнее постоперационный период и которые мне рассказали о том что они испытывали все точно то же самое плюс минус что и я в течение месяца то есть чтобы вы понимали перед операцией когда я смотрела все эти ролики на ютубе мне буквально казалось что ну максимум через неделю я уже буду чувствовать себя вообще окей у меня была в жизни одна единственная операция мне лапароскопии удаляли аппендицит то есть я знаю вот это ощущение когда ты выходишь из наркоза я знаю это ощущение когда у тебя там болят вот эти швы и так далее тем не менее это все вообще не то как оказалось когда тебе вырезают какой-то орган как бы это ужасно жутко не звучало ты восстанавливаешься гораздо быстрее чем когда тебе что-то пришивают объясню почему потому что тело наше на инородные какие-то тела может реагировать вообще непредсказуемо и да действительно есть девочки которые там на четвертый день уже чувствуют себя вполне себе достаточно комфортно они могут ходить по магазинам они могут ходить в кафе с девчонками пить кофе на маникюрчик педикюрчик в салончик они могут гулять часами по 10 тысяч шагов нахаживать то есть это какие-то супер женщины да они такие есть но такое ощущение у меня сложилось что в большинстве случаев все-таки преобладающее количество девчонок которые восстанавливаются после операции достаточно долго то есть там месяц-два и восстанавливаются достаточно тяжело то есть тяжело именно болезненно у некоторых могут какие-то приколы выскакивать вылазить да там которые требуют экстренного посещения своего хирурга но почему-то никто об этом не говорит вот все в интернете это как-то очень легко это как-то вот вообще супер вот всего лишь что ты пошел там пришил себе сиси и на следующий день ты уже дома порхаешь как бабочка ни хрена девчонок которые восстанавливались долго я нашла среди знакомых наверное очень достаточное количество человек 10-15 которые просто не освещали об этом в интернете и что меня больше всего удивило что когда я у них спрашивала ну чё как тебе как тебе операция как ты там отходила мне поначалу все говорили типа ох и да вообще супер ты знаешь я так довольна я так рада я конечно понимаю что с точки зрения там наших нейронных связей психологических ментальных каких-то процессов в голове боль вот это вот очень сильная она достаточно быстро забывается и поэтому ты о ней не думаешь ты скорее думаешь о том результате который ты получил впоследствии этой боли и поэтому ты не хочешь об этом вообще говорить поэтому никто это не афиширует но когда я написала в своих stories а я чё одна такая что ли кому через две недели после операции до сих пор настолько плохо что не могу встать с кровати все эти девочки которые мне так расхваливали операции все они мне написали ой да мне тоже целый месяц было плохо и я такая сижу и думаю а почему вы не сказали мне об этом раньше я не раз в своих предыдущих видео упоминала вам фразу о том что если бы я знала что это будет настолько больно я бы ни за что на это не согласилась и да сейчас налетят люди в комментариях которые будут писать ой да лучше бы ты себе увеличила мозг девчонки делать себе грудь для того чтобы гармонизировать свое тело это не делается исключительно для мужчин я просто вот читала комментарии под всеми роликами у девочек про мама пластику и там все как один пишут о том что ой да вот вам делать нечего да я бы никогда не легла под нож вот знаете что я вам скажу вот я буквально полгода назад даже ролик снимала в инстаграм где говорила что если каждый подписчик скинется мне по рублю и у меня наберется сумма на операцию я ни за что ее не сделаю а потом тра-та-та привет всем короче как говорится никогда не говори никогда вот теперь опять же вам может показаться что весь этот ролик он какой-то вот негативный он какой-то вот депрессивный и вот на вообще ты пришила себе надо им радоваться но моя цель именно рассказать девчонкам каково это да классно я тоже рада потому что у меня есть но не стоит забывать о том одище который ты проходишь постоперационный период так оказалось это вообще не так уж и радужно я не думала что это будет настолько сильно больно я не думала что я так долго буду восстанавливаться и я хочу предупредить всех девчонок которые решаются на этот шаг неважно на какую пластическую операцию вообще на любую но в особенности на те где нужно вставлять инородное тело тысяча раз взвесить все за и против почитать и посмотреть самые ужасные отзывы самые ужасные страшные истории о том у кого там что как пошло не так потому что это очень важно важно знать о всех своих рисках которые ты принимаешь вставляя себе эти импланты потому что в один момент что-то может пойти не так и да есть безумное количество девочек которые говорят о том что я уже 10 лет ходу с имплантами у меня вообще все супер я рада да но не факт что вы попадете в это число вот и очень важно понимать даже если вы сдали все анализы перед операцией и у вас нет никаких противопоказаний вы вообще просто здоровый как бык нужно понимать что вы автоматически подписываете себя в любом случае на повторную операцию особенности если вы делаете грудь молодом возрасте и вы еще не рожали плюс ко всему импланты действительно нужно менять у них срок годности пожизненный точнее гарантия у них пожизненная но здесь имеется в виду что если вдруг вам придется заменить имплант он там лопнул с ним что-то там еще случилось вы можете его заменить условно говоря бесплатно наверное наверное я точно не утверждаю но как я поняла что это работает именно так это не означает что вы один раз поставили себе грудь и вам больше не нужно будет вообще не думать всю свою жизнь к сожалению по истечению какого-то времени чаще всего в среднем это 10 лет но у кого-то это происходит и раньше импланты приходится менять это может произойти не только потому что ваша грудь как-то обвисла целая куча всяких штук может произойти с этими имплантами которые казалось бы вот на машине там по ним ездят каблуком на них наступают ножом в них тыкают они не лопаются вообще все с ними супер никто не застрахован от того что именно ваш имплант в груди может быть просто с таким знаете заводским дефектом что он может порваться да это круто все классные си но ты постоянно должен теперь себя проверять у тебя постоянно должны быть какие-то чикапы они и так в целом у тебя должны быть я например человек мнительный я постоянно себя проверяю с ног до головы поэтому для меня это в целом типа окей но есть же люди которые вообще ну их не затащишь в клинику есть девчонки которые просто забывают сделать то же самое узи молочных желез ходят там несколько лет и даже не знают о том что у них внутри лопнул имплант и благо у них целая капсула вот это вот который обрастает имплант и этот гидрогель он никуда не поплыл он просто стал там вот как как слайм какой-то внутри этой капсулы эту капсулу нужно удалять что еще очень важно проговорить что как оказалось если вы вдруг таки походили годик со своей грудью и решили вдруг ее удалить просто так просто не факт что хирурги возьмутся вам ее удалять вот еще что самое забавное и смешное об этом очень важно помнить потому что мне например на такой мой вопрос ответили вот как вставить грудь это не сходить за хлебом у тебя перестраивается полностью организм и хирургия в большинстве случаев будут нацелены на то чтобы сохранить ваши импланты потому что если я правильно поняла что операция по удалению грудных имплантов это намного сложнее чем вставить их плюс ко всему как я поняла что если ты долго носишь импланты не у всех не у всех опять же это все индивидуально может быть и такое что имплант как-то вот уменьшает каким-то образом я не знаю твою родную молочную железу то есть если вдруг ты вытащил имплант а у тебя уже грудь станет на там размер меньше чем она была у тебя до потому что что-то там происходит с твоей молочной железой может случиться отторжение имплантов это иноронное тело которое не воспринимается твоим организмом из-за этого же иноронного тела у тебя могут начаться всякие аутоиммунные заболевания об этом во всем надо помнить как оказалось это не не типа фигня какая-то вообще все делают и я тоже пойду сделаю знаете здесь можно конечно на это ответить что а на хрена брать на себя такие риски да но давайте не забывать что риски существуют вообще везде ну что же теперь мы с вами будем бояться жить просто я хочу рассказать вам об этом чтобы вы знали что не надо это так романтизировать я когда ушла в операционную и легла на стол только тогда только в тот момент у меня в голове была дикая паника и только одна мысль зачем я это делаю я же подписываю себя на повторную операцию сто процентов типа мне 26 лет в любом случае я у меня там еще нету ребенка я буду кормить грудью в любом случае там даже есть ли у меня не будет детей все равно там грудь под обвиснет что-то еще случится в целом надо будет менять этот имплант спустя там 10-15 лет даже если с ним все будет окей потому что это лучше делать вовремя чем дожидаться пока тебя петух клюнет у меня было дикое желание просто встать и убежать но меня в этот момент кольнули снотворным и я очень быстро отключилась поэтому убежать я не успела вот но мне очень хочется чтобы каждая девочка которая вдруг решилась на какую-то пластическую операцию она об этом помнила она об этом думала она не надевала на себя розовые очки вот эти вот о я такая счастливая я сделала себе теперь я буду самая классная на районе и помнила о том что это ее здоровье это ее тело и не приукрашивать это все каким-то магическим мышлением в духе ой но если себя на негатив настраивать то конечно с тобой какая-нибудь говнина случится это так не работает сбой в организме или если есть какой-то заводской дефект на имплантах от вас не зависит как чтобы я еще посоветовала девочкам которые хотят сделать себе грудь не делать ее в раннем возрасте когда вам 25 лет у вас еще хрен его знает до скольки вы там соберетесь жить может лет до 80 это просто вот в голове себе прикиньте а вдруг вам придется сделать за это время 2 3 4 операции это очень много это большая нагрузка на организм и об этом не стоит забывать лучше максимально отсрочить это время если вы вдруг хотите поставить себе импланты и да действительно лучше их ставить уже после того как вы родили ребенка потому что опять же вы покормили его грудью грудь обвисла и вам снова надо идти и менять эти импланты поэтому лучше это сделать уже после это такие какие-то основные штуки которые мне хотелось донести до девчонок потому что почему-то никто об этом не рассказывает в своих видеороликах теперь давайте я расскажу вам о том как проходили мои вот эти вот 20 дней а после операции первое что хочу сказать что я по-прежнему не чувствую себя супер легкой классно сегодня наверное первый день когда я чувствую себя более-менее все предыдущие дни у меня были адские просто адские боли в груди грудной клетки в спине все это логично скажете вы но опять же не стоит забывать что есть девчонки которые восстанавливаются за неделю это очень тяжело психологически когда 24 на 7 у тебя что-то болит это сводит тебя с ума ты становишься раздражительный плаксивый агрессивный и все в этом духе ты вот как маленький ребенок ты уже лежишь и думаешь блин зачем я сделал эти сиськи как же я хочу их вытащить из себя у меня сегодня первый день когда я не чувствую жгучую какую-то боль в груди такого знаете дебильного какого-то ощущения как будто ну не ножи а вот как будто я взяла ежа вот ежа с иголками и засунула себе в сиську вот такое какое-то у меня было ощущение все эти дни сегодня первый день когда у меня этого чувства нет почему это возникает отеки я вообще в целом ну как мне казалось я вообще человек не склонны к отекам ну да там у меня могло отекать лицо например по утрам но не супер сильно я никогда не просыпалась по утрам как иришка чики-пики но как оказалось когда у тебя настолько травматичная операция тело реагирует вообще по-другому у меня были очень сильные отеки во-первых вот на всей вот этой верхней части тела у меня был бешеный отек живота держался где-то полторы недели у меня не было каких-то супер страшных синяков опять же для того чтобы знать как в жизни бывает для того чтобы если вдруг у меня что-то пойдет не так я знала что мне с этим делать я посмотрела безумное количество форумов где девочки прикрепляли свои фотографии у кого там какие бывают гематомы страшнючие просто когда там лопнул какой-то сосуд и началось кровотечение внутреннее в грудь когда надо там бить тревогу ехать к хирургу и откачивать это все или делать повторную операцию вот я все это изучила я все это посмотрела и меня это все миновало слава богу спасибо большое у меня по факту синяки были только от отеков то есть это не синие вот эти вот синие фиолетовые синяки это обычные желто-зеленые они у меня были вот здесь вот опять же да где у меня было самое большое скопление отеков и по бокам вот здесь вот под подмышками моими потому что здесь у меня были такие прям валики надутые у меня прям вот здесь вот концентрировался отек что касаемо самой груди грудь у меня была без синяков несмотря на то что на ней тоже до сих пор держится отек отек по груди гуляет он Он может быть неделю вот здесь на этой груди, потом на следующей неделе уходит на эту грудь. То есть нет такого, чтобы у меня обе груди одновременно были отекшие. Я не знаю, почему так, но я прочитала и поняла, что это как бы в порядке нормы. Что еще из такого, что я ощущала за эти дни? Это то, что из-за, опять же, отека вот этого на груди и в целом от имплантов, от того, что ваша кожа растягивается до нужного вам теперь размера, кожа начинает шелушиться, трескаться, очень сильно болятся тки. Об этом почему-то никто из девочек не говорит, но я считаю, что это важно проговаривать, потому что если вы вдруг это почувствовали, вы можете, во-первых, напугаться, подумать, что с вами что-то не так, и начать задалбливать своего хирурга, а на самом деле нужно просто воспользоваться каким-нибудь там кремом от отеков и детским каким-нибудь увлажняющим еще жирным кремом для того, чтобы чуть-чуть привести в чувство свою грудь. Что еще со мной происходило эти 20 дней? Пока что я по-прежнему не могу еще вставать с кровати самостоятельно. Я вроде как нашла способ, как я могу это сделать. Чуть-чуть вот так вот на бочок я переворачиваюсь, беру себя, значит, вот здесь под коленкой за ногу и пытаюсь как бы мышцами живота и ногами вытянуть себя вверх, потому что вот эта часть грудной клетки, пока что, ну вот весь мышечный корсет, который вот здесь находится, он не работает. Если я его чуть-чуть напрягаю, мне безумно больно. Я когда из Питера вернулась домой в Москву, я первый день не решила такая, что так, надо убраться и покушать приготовить я хотела. Я очень сильно перенапряглась. Я что-то там поднимала руки. Ну не могу сказать, что я прям супер их вверх поднимала, потому что, ну, даже если ты сильно захочешь их поднять вверх, у тебя не получится. Плюс это противопоказания, я об этом знаю. Я как бы вот так вот максимально где-то там вставала на табуретку, что-то там поднимала, что-то там расставляла, мыла посуду. Все это мне аукнулось на следующий день дикими болями именно в мышцах. И я поняла, что больше я так делать не буду. Пока что вот у меня 20 день, я пока еще не могу опираться на руки. То есть, опять же, потому что это больно, потому что это нельзя и потому что это в целом не получается. У тебя не работает, опять же, вот этот вот мышечный корсет. Я когда готовила кушать, я просто навсего не могла порезать лук. Как мне многие рассказали, объяснили, такие ощущения могут сохраняться до месяца. У кого-то может быть больше, то есть это все максимально индивидуально. Еще все зависит от того, насколько травматичная была вот здесь вот операция по созданию вот этого грудного кармана, по поднятию этой грудной мышцы и все в этом духе. Что еще? Мне сняли швы. Я по-прежнему их продолжаю еще пока что обрабатывать бетадином. Пока у меня не сойдут корочки. Почему я это делаю? Потому что когда корочки сходят, кожа она такая достаточно там свеженькая на этом рубце. Я не подкладываю под компрессионное белье никакие эти бинты, никакие там пластыри у меня не находятся на этих швах. И просто для того, чтобы как-то это все обеззараживать там, да и просто для собственного успокоения, я пока еще мажу бетадином. Мне сказали, что я могу еще дней 10 мазаться спокойно, типа это окей. Делаю я это один раз в день. Я уже хожу в душ, без корсета, полностью моюсь. Все окей, но на самом деле вот эти 20 минут, что ты проводишь в душе, да, пока ты там себе корячишься, чтобы помыть как-то голову. Кстати, это просто смех на самом деле. Башка вообще не промывается. Если намазался бальзамом, это все. Волосы жирные, невозможно их промыть, когда у тебя не работают твои руки. Но насрать, да, там девчонки, у которых есть салон в доме, они ходят в салоне, моют голову. У меня, к сожалению, в доме нет салона, поэтому мне приходится делать это как-то самостоятельно. Первый день после операции мне мыло голову Леша, потом я уже начала делать это самостоятельно. В общем, к чему я это все? За эти 20 минут, что ты находишься в среднем в душе, у тебя очень сильно устает спина, потому что пока у тебя грудь еще отекшая, и в целом у тебя корсет, да, там твой не работает, у тебя компрессионное белье, во-первых, испортило тебе всю осанку. Просто посмотрите, я вот это максимум, насколько я могу выпрямить спину. То есть у меня плечи собраны вперед. Из-за этого у меня идет очень большая нагрузка на вот эту часть тела, из-за того, что грудь очень тяжелая, хотя у меня не стоит большой размер, у меня 250 мл, это достаточно маленький размер, хотя выглядит он сейчас большим из-за отека. Пока ты моешься, у тебя появляется дикое желание побыстрее надеть этот корсет, для того, чтобы немножко облегчить ношу. Но я уверена, что со временем это пройдет, когда у меня чуть-чуть уже в себя придет тело, когда я смогу расправлять спину, плечи и все в этом духе. Что еще? Из-за того, что я испытывала достаточно долгое время болезненные ощущения непосредственно в груди, то есть у меня не болела спина, не болели мышцы грудные, а именно боль была просто в груди, я несколько раз обращалась к дежурному хирургу в своей клинике, несколько раз я приезжала к нему, наверное, раз 5 или 6. Первый раз меня посмотрели, сказали, что эта боль, она просто от отека, назначили мне мазать грудь диклофенаком, это противовоспалительная мазь, и олеотоном для того, чтобы снять вот эти вот отеки, снять вот эти синяки, которые у меня были по бокам. Я все это делала, но мне оно не особо помогало. Я вновь обратилась к дежурному хирургу, потому что, к сожалению, моего хирурга, который меня оперировал в городе, не было, вот, поэтому мне пришлось обращаться к дежурному. Какой-то из ней начали делать какие-то противовоспалительные примочки, значит, в чем-то вымачивали бинты, накладывали мне их вот на грудь, где она была отекшая, потом, после этого всего, я вновь пришла к ним, они мне сделали УЗИ, мне сделали пункцию, потому что у меня, с одной стороны, грудь была достаточно сильно отекшая, и врач решила, как говорится, перестраховаться, и, несмотря на то, что по УЗИ у меня не было прям большого скопления жидкости, она решила сделать мне пункцию. Я боялась, на самом деле, что мне наживую там засовывали вот токенную иглу в грудь, но, как оказалось, зря, потому что из-за отека, опять же, ты не чувствуешь грудь вообще, я не чувствовала эту иглу, когда она ее вставляла, она, значит, попыталась откачать жидкость, а жидкости там не оказалось, и просто мне решили для моего, опять же, успокоения, и в целом, чтобы не произошло никаких казусных ситуаций, назначили мне еще раз антибиотики, и еще раз противовоспалительные. Итого, я пропила, получается, первую неделю антибиотики, потом у меня был перерыв где-то 5-6 дней, и вторую неделю я снова пропила антибиотики. Из-за этого микрофлора кишечника сошла с ума, у меня постоянно вздутый живот, но я знаю прекрасно, что это отойдет, надо просто попить какие-нибудь, типа, бифидобактерии, все в этом роде. Мне назначили витаминный комплекс, типа просто там всякие витамины группы В, цинк, кальций, витамин С и прочая всякая штука в шипучих таких таблетках. По поводу спины, я говорила, что очень устаю от спина. Я посмотрела все ролики на ютубе, девчонки рекомендовали, значит, аппликатор Кузнецова, вот с этими вот иголочками, и подушку для беременных. Если быть честными и откровенными, ничего из этого не помогает. Да, ты вроде как себя чуть-чуть облегчаешь, в том плане, что вот, например, подушка для беременных, ты можешь ее как-то там согнуть таким образом, чтобы и там под ноги, и под спину себе как-то положить, и вроде бы ты лежишь на спине, но как будто бы полубоком, ну, короче, я не знаю, как вам это объяснить. Вроде как это лучше, чем спать на обычной подушке, потому что я пробовала спать и просто на подушке, на мягкой и на ортопедической подушке. Все это полная фигня, потому что, когда ты полностью спишь в горизонтальном положении, очень сильно затекает спина, безумно сильно болит, по большей степени, потому что у тебя всю ночь идет нагрузка вот на этот шейный отдел, и за счет этого начинает болеть просто все, и голова, и шея, и спина, и жопа, вот. Поэтому к этому надо быть готовыми и просто, ну, набраться терпения. Но, кстати, у сна на спине есть один большой плюс, в том плане, что ты просыпаешься вообще без отеков. У тебя нет никаких заломов на лице, ничего, ты вот прям и свеж, и чист, и все вообще у тебя замечательно. Поэтому возлагать какие-то супер большие надежды на то, что вам поможет подушка для беременных, не нужно, но в целом гораздо на ней удобнее спать. Опять же, еще, вы знаете, такое просто чисто мое наблюдение, из-за этого компрессионного белья, из-за этого корсета у тебя плечи вперед складывают, и когда ты спишь на обычной даже ортопедической подушке, у тебя эти плечи назад чуть-чуть под давлением, да, под высотой головы просаживаются, и еще больше идет нагрузка на спину, и утром ты хуже себя чувствуешь, у тебя очень сильно болит спина, она устает, а когда ты спишь на этой подушке для беременных, ты можешь ее вот так узенькой, короче, сделать, и подложить ее, как бы, немножечко краями под плечи, и по факту у тебя вот так же, как корсет, эти плечи в кучу вот так вот держатся. Да, это не полезно для осанки, но об осанке потом подумаем уже, когда мы выздоровеем полностью, вот. Но ты хотя бы утром просыпаешься без вот этих вот болезненных ощущений, когда тебе просто хочется сдохнуть от того, что у тебя очень сильно болит спина, вот. Потому что, когда ты утром встаешь, тебе достаточно того, что у тебя отекла за ночь грудь, и она болит. Как-то так, вот, что забыла рассказать. У меня взбесилась нервная система, именно вот вся вот эта вот нервная сеточка, которая вот здесь вот есть, она была повреждена, естественно, в ходе операции, она прям взбунтовалась, и она столько стала чувствительная, причем неприятно чувствительная. Понятное дело, что очень многие девчонки после операции говорят о том, что у них стала чувствительная грудь, и это неприятная чувствительность, потому что это прям вот x100, вот тебе прям больно. Вот представьте, что вы порезали очень сильно там рана какая-то у вас открытая, и вы трогаете постоянно эту рану, вы ее трогаете, и вам больно. Вот это такая же чувствительность. Но она у меня проходит еще как-то очень нетипично, я не знаю. Я хочу рассказать об этом для того, чтобы девчонки, которые с тем же самым столкнулись, понимали, что они не одни такие. Потому что когда я искала ответ в интернете, почему так, или там у своего хирурга, мне никто не мог ответить, почему так. У меня сложилось пока что до сих пор ощущение, что я одна единственная, кому, б***ь, достался такой приз. В общем, настолько все сильно чувствительно по нервной вот этой сетке, что, например, если я провожу вот так вот рукой, или просто мне холодно, я наступила на холодный пол, я иду по улице, на меня падал холодный ветерок, и если я там дотронусь до ноги, до живота, ножами проходится, вот как будто током меня шибанули, вот эти вот электрошокером в *** прям вот так вставили, шибанули меня хорошечно, вот такое какое-то ощущение. Это очень неприятно, это сводит тебя с ума, потому что у тебя может просто упасть вот так вот волосок, один волосок на грудь, и ты же прям вот прям, вот такое у тебя прям чувство. Это, наверное, все самое основное, что я хотела рассказать по поводу своей операции. Наверное, давайте я отвечу сразу на какой-то вопрос, который может возникнуть у многих, зачем я это сделала. Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Я очень много лет в своей жизни думала по поводу того, чтобы сделать себе грудь, переделать себе нос и так далее, и как-то не доходили до этого руки, дело было даже вовсе не в финансах, а просто потому, что я боялась это сделать. Потом в какой-то момент у меня появилось дикое желание стать лучше, стать красивее, больше соответствовать стандартам красоты. Опять же, это такая ересь, это все супер навязано, но ты когда-то человек, который работает ежедневно с камерой, тебе хочется, чтобы ты в этой камере выглядел максимально презентабельно, максимально вкусно, чтобы люди смотрели на тебя и такие, типа, лайк. К сожалению, такой современный мир, что тут поделаешь? Но честно, вот сейчас от меня, конечно, это уже очень глупо прозвучит после всего того, что я вам сейчас сказала, решаться на эту операцию тогда, когда это, во-первых, это может быть необходимостью, а во-вторых, это действительно хочется вам, вот вам просто хочется по-человечески. И потому что у тебя вот вроде бы, как вот у меня было, да, красивая, аккуратная грудь, вообще просто замечательная, и, казалось бы, зачем тебе делать что-то с ней, потому что тебе хочется соответствовать каким-то стандартам красоты, классно выглядеть в интернете и в жизни. Это не должно быть причиной кооперации. Наверное, только после того, как ты изменил себя, ты уже понимаешь, что, да, с тобой вообще всё было окей. Нет вообще ничего плохого в маленькой груди, нет вообще ничего некрасивого в этом. В этом есть своя эстетика, в этом есть свои плюсы. У тебя не болит спина, ты можешь спать на животе, у тебя не обвиснут систи. Ты будешь всегда выглядеть гораздо моложе, стройнее и так далее, потому что всё-таки объёмная грудь прибавляет тебе возраст, и в целом ты выглядишь уже как бабища такая. Не как подросточка, а как бабища. В этом должна быть какая-то необходимость. Да, это всё не от того, что мы с вами девочки безмозглые или что-то ещё. Мы можем быть очень умные, очень рассудительные, но, к сожалению, воздействие внешнего мира достаточно сильно на нас влияет, особенно на людей, которые работают на камеру. Вот как-то так. И стоит ли эта игра свеч просто ради того, чтобы нравиться себе камере на фоточках и для того, чтобы все на себя смотрели и такие, вау, какая ты красивая, ты соответствуешь теперь стандартам красоты. Как будто бы это всё не стоит того, все эти мучения. Да, я всё так же смотрю на девчонок в интернете, которые все себя переделали, они выглядят теперь прям вот по стандартам красоты, на ту же самую Валю карнавал. Я смотрю, и я такая, вау, какая красотка. Но теперь я не смотрю на это с точки зрения романтизации. Я теперь знаю, что это такое. Я знаю, сколько боли, страданий, сколько энергии в это всё вложено. Теперь я десять раз подумаю, прежде чем что-то ещё с собой сделать. Как бы это банально не звучало и странно от человека, который снимает видео про пластическую операцию, реально, девчонки, любите себя такими, какие вы есть. И да, может быть, вы не выглядите как Victoria's Secret с обложки журнала Vogue там или что-то ещё. Можно быть безумно красивой картинкой, но при этом ни хрена не иметь за душой. Быть пустым человеком, глупым, будут на тебя вестись такие же люди, которые будут просто тебя юзать, потому что ты красивая картинка. Вот как-то так. На такой ноте мне хочется закончить это видео. На самом деле я безумно рада, что всё-таки я это сделала уже. Постепенно грудь начинает выглядеть симпатично, я начинаю ей радоваться. Вот ещё важно, если вы вдруг решились на операцию именно по увеличению груди, а вы жуткий перфекционист, нужно набраться терпения, пока ваша грудь не начнёт выглядеть адекватно, потому что из-за отёка она может вообще первое время смотреть в разные стороны, она может быть на разном уровне, она может быть разная по размеру, потому что в одной груди, например, нет отёка, а в другой его достаточно много. Короче, всё это надо учитывать, обо всём этом надо помнить и просто терпеливо ждать, предпринимать какие-то меры по уменьшению отёка и так далее, потом уже радоваться результату. Как-то так. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, оно было для вас полезно, если вы вдруг сейчас проходите постоперационный период, если вы вдруг только планируете себе пластическую операцию. Я надеюсь, что кому-то это видео помогло изменить вот это вот дикое желание в соответствии с стандартам красоты, в сторону всё-таки какого-то здорового отношения к себе. Обязательно подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно, если вы будете в числе моих подписчиков. Переходите на канал, смотрите другие мои видеоролики, я уверена, что здесь вы найдёте для себя что-то классное, что-то полезное, или просто классно проведёте здесь время. Пойду отдыхать, потому что я болтала целый час, у меня очень сильно устала спина сидеть вот так вот ровно. Пойду отдыхать, всё, всем пока-пока, спасибо за просмотр.